Я не знаю, что сейчас происходит, следите ли вы за вообще литературным процессом в России, я, честно говоря, перестал это делать, но я, по крайней мере, вижу, что в России по-прежнему работают театры, по-прежнему там какие-то выставки, вернее, сажи, кино какое-то снимают, в котором нет ни слова, ни полуслова, ни намека, ни полунамека на то, что происходит в Украине, на то, что происходит с собственно российским народом, в России же от 500 до 1000 человек сейчас гибнет, по примерным оценкам западных экспертов, вот в этой украинской мясорубке. И в литературе что-то есть, Дмитрий Львович, хоть какой-то намек на то, что люди пытаются осознать между строк, хотя бы, неконтролируемым подтекстом. Нет, ну, да нет, ну, литература разделилась очень резко на местную и зарубежную. В зарубежной литературе, конечно, все это есть, прежде всего, в поэзии, отчасти в драматургии, а в наиболее оперативных жанрах быстрее всего реагирующих. Поэзия вообще переживает ренессанс. Ну, а то, что касается литературы в России, там у Иречи был развит всегда очень хорошо. Сейчас он используется главным образом для того, чтобы максимально хитро обходить эту тему вообще. Ну, видите ли, а теперь уж эта аналогия неизбежна, в Германии в 40-х годах все тоже все было нормально. В публичном поле работали выставки, работали кинотеатры, снималось кино. Марика Рёк стала звездой именно в это время «Девушка моей мечты». Это фильм, который выходил на немецкие экраны во время кровопролитных битв Рейха и союзников. Так что говорить здесь о каких-то принципиальных новациях довольно трудно. Все это было. Да, это омерзительно. Да, это, конечно, особенно, понимаете, вот я, честно говоря, не знаю, кто мне более отвратительен. Все ли люди, которые ходят на выставки и ходят в советские, российские рестораны на патриках и делают, что ничего не произошло. Или за это активисты, которые изо всех сил призывают, значит, воевать до последнего украинца. И те, и другие мне омерзительно, потому что те, и другие демонстрируют полное отсутствие человеческих качеств. Я не знаю, что, так сказать, меньше эмпатии жить, как будто ничего не происходит, или активный путинизм. Но к ученистам, по крайней мере, не все равно. А им, по крайней мере, не безразлично хотя бы гибель своих. Гибель чужих-то ладно. А люди, которые действительно в своем эскипизме отгородились от всего, о чем, в зальчик ходим, качаемся, нормал. Вот более слово, чем нормал, для меня не существует. Ну, пацаны такие. Понимаете, совершенно не важен месячный доход этих пацанов. В России есть и вертикальная мобильность, поскольку ушли с рынка или уехали. Естественно, появились новые возможности для сволочей разнообразных. И чем больше у тебя возможностей, отрицательная селекция идет полным ходом. Это очень печальная тенденция. Люди, которые пытаются жить нормально, не понимая, что вышло за пределы норм. Как долго она может развиваться по такому сценарию, я не знаю. Что может послужить триггером, мне совершенно непонятно. Понимаете, ведь Россия в этом смысле очень малопредсказуема. Этот гнойник может прорваться в любом месте. Это может быть ситуация Ройсмана, который в Екатеринбурге очень популярен, поэтому его все-таки выпустили из спецприемника. Это может быть ситуация с кем-то из детей, поскольку дети в России всегда были сакральны, и ситуация Маскалевой привела, ну, прямо, скажем, к очень серьезному негодованию в стране. Вот. Это может быть новая волна мобилизации. А может быть, вообще ничего не произойдет. Понимаете, и придется ждать, пока эта власть обрушится под грузом собственной некомпетентности. У меня была надежда на несогласие гражданского общества. Можно сказать уверенно, что эта надежда не оправдалась. А военные поражения возможные? Потеря Крыма, наконец? Верите в это? Да, понимаете, Крым для... Нет, ну, это вполне возможно, но... А что невозможно? Но возможно и то, что Путин нажмет на ядерную кнопку и тем приблизит свой финал, потому что, конечно, мир не станет терпеть маньяка, шантажирующего всех. Но проблема в том, что, понимаете, не нужно преувеличивать значение крымского консенсуса в жизни российского общества. Россияне как не ездили в Крым, большинство, так и не стали туда ездить. Ну, поехало туда процентов 20 населения. Но никакого особенного крымского консенсуса и никакого особенного горя по случаю утраты Крыма, если это произойдет, здесь не будет. Понимаете, дело в том, что люди отучились испытывать сильные эмоции для своего курса об имперскости. Я читаю сейчас в Европейском университете такой курс об имперскости, о том, что это за понятие. И вот я там для своей лекции про империю инков я перечитал книгу Шуфаревича «Социализм. Мировой Эстонии». В этой книге, где он разбирает империю инков, делается довольно ужасный вывод о том, что после двух колонизаций, сначала колонизации инков, которые подчинили себе остальные племена, будучи более продвинутыми, а потом после колонизации испанской, местное население обрело невероятную тупость и инертность. То есть с ним можно делать абсолютно все. Оно уже на это не отреагирует, потому что их уже дважды нагнули. Если бы это была колонизация только инкская, испанцев многие воспринимали как освободители, переходили на их сторону, тогда бы еще были какие-то варианты. Но испанцы оказались хуже инков в некотором отношении. И поэтому после этого военные перевороты навсегда сделались излюбленным хобби военных, очень небольшой касты. Народу же совершенно все равно, что происходит. Я поездил по Латинской Америке, и я видел это чудовищное безразличие к тому, что происходит на верхах. Именно поэтому, именно благодаря броне этого безразличия, скажем, ничего не получилось в Венесуэле, где без пяти минут провалюция, но инерция оказалась сильнее. Поэтому я совершенно не предвижу никаких взрывов народного днева. Понимаете, после стольких колонизаций внутренних, через которые прошла Россия, после белые приходят грабят, красные приходят и так далее, я не жду от российского народа такой протестной активности. Вспышки этой активности всегда были очень локальными, очень поверхностными, как в 2012 году. Ни утрата Крыма, ни полное завоевание Украины, если такое возможно, ни полное уничтожение российского суверенитета, ни завоевание России и всего остального мира, оно бытование этого народа не изменит. Ему важно, чтобы были так называемые закрутки. Понимаете, вот эта мама Москалёвой, она дала замечательное интервью, и говорит, у нас же есть закрутки, мы живём со своего огорода. Я не хочу про неё ничего плохого сказать, но когда я слышу слово «закрутки», это для меня такой же маркер, примерно как разговоров интеллигенции, слово «англосаксы». После этого общение надо прекращать. Я понимаю, что люди выживают таким образом, и что это необходимо. Но если символом благополучия для них становятся закрутки, то есть при полном устранении государства, тут бесполезно ждать какой-либо активности. Закрутки будут всё, даже если при этом будут закручивать руки. Редактор субтитров А.Семкин